Я на самом деле с такой темой как-то некоторое время в институте выступал. Но время идёт. Время идёт. Значит, в качестве доказательства я хочу привести недавнюю книжку «Под калмогорской сложности и алгоритмической случайности», написанной Верещагином, Успенским и Шенем. Но когда я эту книжку полистал, то я понял, что эти 600 страниц в какой-то степени запутывают всё дело. В общем, очень трудно понять. Андрей Николаевич Калмогоров начал вот эту тематику, которую теперь мы называем «Калмогорской сложностью» в 60-х годах. Но он по своему, так сказать, характеру поступал так. Тогда, когда ему становилась ситуация понятная, то он подробно и не писал. Вот все должны знать, что основные понятия «черевероятность» – это книжечка, которая была там в 85 страниц на немецком языке. То есть это фундаментальный труд, но написан был очень кратко. Теперь, когда вы берёте эту книжку, основные понятия «черевероятности», многие здесь, есть молодые люди, которым надо сдавать там экзамены. Вот то, вот беря эту книжку, вы там на самом деле не найдёте определение, что такое случайная последовательность, что такое случайный процесс. Случайное слово «случайность» есть. Случайность как функция измерима относительно того-то и того-то и всё. Но такого содержания на эту тему, на самом деле, содержания паникейного что-то, такого на самом деле в этой монографии не было. И Андрей Николаевич по существу всю свою жизнь, в общем, думал по поводу того, как же всё-таки определить, что такое случается. И только в 60-х годах ему более-менее стало ясно, как это излагать. И после того, как он это быстро понял, ну, он так очень краткие писали, делал очень краткие заметки, а подробно ничего не излагал. Так, сейчас я с этим должен разобраться. Куда двигать-то? Я что-то не помню. А, вот эту. Всё, всё, всё. Теперь, на самом деле, моя идея несколько больше, чем просто изложить, что такое случайность вероятности. Вот вы видите, из уголовления, вы сразу замечаете, что здесь придётся мне поговорить об истории, теории вероятности и так далее. Вот на самом деле, вот я в самый конец приду, на самом деле, я должен дойти, буду дойти вот до такой таблички. Эта таблица, мне кажется, совершенно хорошая, эта таблица излагает, содержит в себе все более-менее известные понятия случайности. Вот до неё я и хочу добраться. Но, я думаю, что, если я просто с этого, если просто буду рассказывать элементы этой таблицы, то всё-таки будет не очень понятно, от чего, собственно говоря, всё начиналось. Значит, итак, давайте поставим такой вопрос. Ещё раз я повторяю, что в книге Калмогорова вы этого не найдёте. Ну, мы поставим такой вопрос, и он ставил в своих лекциях. Что ж такое индивидуальная стахастическая последовательность? Ну, потом говорил, что как вообще к случайности надо относиться? Ну, есть две. Случайность, она бывает такая. Случайность, в общем, это отсутствие некой регулярности. Вот его такое наглядное определение. При этом не о всякой случайности можно говорить о том, что на ней определена вероятность и так далее. Значит, будем мысленно подразумевать, что случайность – это действительно некое отсутствие случайности. Ну, вот давайте, вот есть последовательность. Вот наверху написано последовательность. Я буду делать так. Я буду брать Бернулискую последовательность. То есть я беру последовательность, образованную из выбора элементов, идущих по Бернули, с вероятностью одна вторая. Ну, и вот я написал некую последовательность. Ну, первую последовательность из десяти цифр. Или же вот вторая последовательность. Ну, вот получив такие, получив такого рода последовательности, мы замечаем, что вообще трудно сказать, как они образовываются. Ну, поэтому можно их считать, что они случайны. Ну, число Пи, число Е – это что, случайные или не случайные последовательности? Ну, вот, извиняюсь, я тут путаюсь с этой системой. Извиняюсь, извиняюсь. Теперь, дальше. Ну, если взять вот такие последовательности, или единицы, или единицы нули, чередующиеся, то, конечно, мы скажем, что это не случайные последовательности. Но, с точки зрения теории вероятности, как те предыдущие десять последовательств, так и вот эти, которые здесь нарисованы, они все имеют последовательность одна вторая в степени десять. И это говорит о том, что, говорит о том, что, ну, теория вероятности как-то не может нам дать, не может нам дать ответа относительно того, это последовательность случайная или не случайная. Вот сразу хочется сказать, что оказалось так, что естественный язык, на котором можно дать определение, что такое случайность, понять, какая из предшествующих последовательность случайная, какая нет, можно, если обратиться к теории алгоритмов. Без этого, без этого, в общем, ничего, без этого, в общем, ничего не получится. Теперь, на самом деле, конечно, надо было бы сделать так же. Вот, если вы имеете некую, если вы имеете некоторую последовательность, а если я сяду, мне неудобно, мне неудобно смотреть. Знаете, я вот так вот делаю. Это не будет расцениваться как ни у него, Жень, просто мне так близко, лучше видеть. Вот, на самом деле, тогда, когда мы хотим говорить о случайности или не случайности, вероятностность всегда вспоминает, что есть некоторые понятия, так называемые, почти, наверное. И это понятие в какой-то степени даёт нам возможность, ну, что, отбросить те случаи случайные и не случайные, но, но что, что здесь, что здесь плохо? Плохо здесь вот что. Вот, давайте вспомним, что означает понятие почти, наверное. Потому что, значит, я иду к этому понятию, потому что мне хочется вроде как не вводить, не обращаться и не идти поклон к теории алгоритмов, а вот здесь вытащить, отсюда понятие случайности. Дело вот в чём, что, ну вот, давайте рассмотрим такую бернурльскую последовательность. Бернурльская последовательность, она образована вот последовательностями x1 и так далее, xn, идущими с вероятностью 1, 2, и все должны хорошо представлять, что есть так называемый усиленный закон больших чисел. Значит, x – это здесь бесконечный последователь. Значит, xn, t от x – это вот сумма, которая здесь написана. Теперь, есть усиленный закон больших чисел, который говорит о том, что вот отношение xn делить на n стремится к нулю почти, наверное. Теперь, если уточнение этого, ну, самое наилучшее, конечно, это закон повторного логарифма, вот это вот последнее, последнее, что здесь написано. Но закон повторного логарифма тоже действует почти, наверное. Поэтому, казалось бы, надо было бы сделать так, надо было бы видеть, но конкретно вы не можете сказать, для каких элементарных исходов это выполнено, для каких не выполнено. Ну, вот, к этому вопросу мы будем с вами подходить. Теперь надо сказать следующее. Вот кто был тот первый человек, который стал задаваться вопросом по поводу бесконечных случайных последовательностей? Это был Мизис в 1919 году. И о Мизисе мы будем говорить несколько раз. И по существу Калмагоров в своей аксиоматике теорию вероятности... Ну, однажды же сказал о Мизисе, вот тут написано это, представлен этот текст, Мизис, вот так, уже как махнул это, но подробно ничего не рассматривал. Но в своей жизни он несколько раз говорил о том, что Мизис в определенном смысле был прав. Тогда, когда он подходил к вопросу о случайности. И вот мы с вами должны, мы с вами хотим подобраться ко всем этим вопросам. Ведь как определял Мизис, что такое случайные последователи? Ну, это такая последовательность, которая отвечает таким идеям нерегулярности их образования. Непредсказуемости их будущих значений, ну, призаданным в прошлом. Невозможности по таким последовательностям, предъявляемым вам в казино, построить выигрышную стратегию. Вот его определение, что такое случайные последователи. Ну, на самом деле, на самом деле, к настоящему времени, к настоящему времени, есть, ну, четыре, что ли, основных подхода к понятию случайности. Первый подход, это, так называемый, частотоустойчивость, идущая к Мизису, вот Вальде Чарча и затем Калмогорова Лавелланды. Потом есть типичность, многие слышали о случайности по Мартину Лёву. Потом сложная устойчивость, это, собственно, калмогоровская сложность. И непредсказуемость, это вот то, что связано, то, что связано с казино. Теперь давайте сделаем, и это надо сделать, конечно, давайте обратимся немножко к истории становления теории вероятности. Вот на самом деле интуитивные представления о случайности, они возникли, так сказать, очень давно, уходят вглубь веков, и к ним всегда относились как к неким божественным явлениям, не поддающимся чему-ли, ну, разумному смыслу. Теперь, вот ажиологические находки, вот не знаю, все ли это знают, говорят о том, что вот первые случайные игры, которые и были, они были связаны с так называемыми астрогалусами, такое красивое слово, астрогалусы, это некоторые почти шестиграни. У них только стожены были, были разные, вот, ну, потому что астрогалусы, запяточную костью парнокопытных, вот там у меня это написано. И это, собственно говоря, давало повод к размышлению по поводу того, ну, с какой вероятностью, хотя слово «вероятность» в то время не употреблялось, с какой вероятностью появляются те или иные события. Теперь, на самом деле, более-менее о количественной теории вероятности мы начинаем говорить, вот, начиная с эпохи Возрождения. Ну, это, там, 14-е, 17-е, 17-е века. Ну, вот здесь хорошо известны имена Почоли, Калгани, Тартали, Кардана. Кардана – это, кстати сказать, тот, который карданный вал изобрел, и автомобилисты должны все знать. Вот, и Кардана для нас очень важно, что он впервые придумал понятие комбинаций, с помощью которых описывались разные комбинации. Ну, вот все, все эти люди образуют так называемую предысторию теории вероятности. А истинные теории вероятности начинают чуть-чуть позже. Вот мы сейчас считаем, что первыми людьми, которые относились, занимались исчислением теории вероятности, это был Паскаль и Ферма. Они вели некую переписку, потом к ним там приехал Гюргенс, и Гюргенс написал первую книжку о расчетах вазашных игр. Но, конечно, классиком здесь первой фигурой является Яков Бернулий. Значит, Яков Бернулий написал свой грандиозный трактат «Арско-жектание. Искусство предположения, в котором он доказал первую математическую теорему». Это так называемый закон больших чисел. Это какой Бернулий или Бернулий был? Яков. Яков. Здесь у меня где-то... Это Яков Бернулий. Вот. Кстати сказать, вот сейчас мы очень часто употребляем слово «стахастика». А на самом деле это идёт вот откуда. «Арско-жектание» – это латынь. Но если покопаться в этом «Арско-жектание», то вы можете найти греческие слова. «Сива стахасти калькульс». Вот. Калькульс по-латыни то же самое, как и по-латыни «предположение». И вот всё началось с этого слова «предположение», потом оно переехало вроде как в случайность. И сейчас мы вполне употребляем слово «стахастики» – «последовательность» вместо «случайные последовательности». Ну вот очень важно, что Яков Бернулий... Да, кстати сказать, когда это примерно было? Ну вот это в те же самые времена, что Ньютоны и Лебницы дифференциально-интегральные исчисления делали. Это всё примерно в одно, это всё примерно в одно и то же время. Ну даже есть такие... в некоторых заметках пишут, что Яков Бернулий подчеркнул идею закона «больших чисел» от Лебницы. Ну так это или не так, это очень трудно сказать. Теперь второй период. Второй период – это вот там XVIII век, начало XIX. Ну из тех людей, которые здесь все хорошо знают, это Муавр, Байс, Лаплас, Гаус, Гаус, Поссон. Вот Муавр известен тем, что он уточнил, ну дал, определить, дал центральную предельную теорему. Это слово, кстати сказать, было введено в Поех в 1920 году. Ну, Байс нам тоже всем хорошо известен, Лаплас уточнил, уточнил Байс. Вот, и это такое, это классика. То, что сейчас мы говорим о теореме Муавра, Лапласа, это классика, это учат студенты. Теперь третий период, третий период, историки, и история относит к таким именам, как Чебушев, Марков, Лапунов. Это Петербург, это вторая половина, вторая половина XIX века. Теперь, вот что важно для себя усвоить? Вот во всех предшествующих работах для Чебушева никогда не было понятия случайной величины. Рассматривались лишь только события, некоторых комбинаций и так далее. Случайных величин не было. Чебушев был первый человек, который понял всю силу понятия случайной величины. Он вообще-то написал только четыре работы всего, и там две первых были посвящены теореме Байлиса. И, кстати сказать, это уж я... Это в службу, но он был первым человеком, который защитил кандидатскую юсерстатство в Москве. Вот от Чебушева всё это началось. Ну вот, потом, значит, после Чебушева Марков возник. Марков там исправил на самом деле метод моментов Чебушева. Ну и, наконец, Липунов. Липунов, который разработал метод характеристических функций и умер тригенийным образом. В 18-м году он уехал в Одессу. Там умерла его жена, и после двух часов после смерти жены он застрелился. Вот с... Теперь, значит, вот в это время в западной истории интерес к теории вероятности тоже стремительно возрастал и связи с чистой математикой, с статистической физикой, математической физикой. Ну вот здесь я привожу ряд имён. По Анкаре, это у вас разные движения в динамических системах. Дилден, Максвелл, Больцман, Гибс. Ну, сейчас говорить о них, в общем, не время. Конечно, стоит сказать о Брауне, который изобрел Брауновское движение. Я как-то пытался найти название работы Брауна. Вот, наконец-то я добрался до британской энциклопедии, но даже британская энциклопедия не выдержала. Она привела, ну, строчек восемь из названий, поставила многоточие. Почему? Потому что она начиналась так. Такого-то сестра, в такой-то день сидя, там-то, там-то я и так далее. Ну, это так, в те времена было принято, такие длинные названия. Теперь вот четвёртый период. Ну, скоро подберёмся к министерству, с которой, собственно говоря, всё началось. То есть, на четвёртый период – это математизация теории вероятности. Ну, вот 8 августа, да, 8 августа 1900 года был второй математический конгресс в Париже. Гильберт делает такой доклад. И там, собственно говоря, шестая гипотеза состояла в аксиматизации теории вероятности и механики. Ну, хотел, говорил о том, что надо аксиматизировать те физические дисциплины, в которых математика играет доминирующий роль. Ну, вот есть физика, там математика играет доминирующий роль. Вот, а что такое теория вероятности? Ну, вот после Гильберта несколько людей сразу бросились этим делом заниматься. Ну, в план Меллига, потом один из учеников Брокин. И надо сказать, что у всех у них уже появляются современные мотивы, так сказать, вот теории сложности, теории и меры. Но на самом деле, вот тот же Брогев говорил о каких-то относительных мерах. Вот такого четкого определения, как было у Колмогорова, не было. Теперь, в 17-м году Бельштейн предложил свою аксиматику, основанную на качественном сравнении событий. И Бруно де Финетти тоже писал, но никто, собственно говоря, этими понятиями не пользуется. Вот если вы возьмете книжку, две книги в Бруно де Финетти, ну, там сколько это, 800 страниц, да, и там одни рассуждения. Там формул очень мало. Теперь вот мы подходим уже близко к нашей основной теме. Вот в 19-м году МИЗИС предложил так называемый частотный подход. Ну, МИЗИС, хоть он и был прикладным математиком, но он понимал, что нужно дать четкие определения. И вот основной его объект, с которого он начинает, это были так называемые понятия корректива. То есть бесконечные упорядоченные последовательности, обладающие некоторым свойством случайного их образования. Вот я хочу напомнить, что у Калмагорова основным элементом в аксиоматике является понятие распределения вероятности. А вот МИЗИС начинает, МИЗИС в качестве такого основного понятия берет случайные последовательности, обладающие некоторым свойством случайности их образования. А вот тут-то как раз большая беда, которая заключается вот в чем. Вот как рассуждал МИЗИС, что имеется некоторое выборочное пространство, M, ну, пространство, как говорится, точек, и предполагается, что имеется возможность проведения бесконечных числов испытаний, приводящих к последовательности Х, состоящих из Х1, Х2 и так далее. Теперь, для этих последовательностей можно ввести понятие чистоты. Вот, ню равняется одна, энта и так далее. Ввели это понятие, и вот теперь что делает МИЗИС? Вот если вы возьмете эти его книжки, МИЗИС, то вы там и найдете. Есть такое определение понятия коллектива, что коллективом называется бесконечной последовательностью, обладающим тем свойством, что существует предел отношения чистоты. Вот для элементов Х из этого последовательности коллектива. И дальше, и существует предел, предел, вот видите, там Х-штрих у меня стоит, предел для всех, так называемых, допустимых последовательностей. А вот что такое допустимая последовательность, МИЗИС и не определил. Тут была очень большая сумотока, к этому я иду, потому что мы в конечном итоге подходим к понятию, что такое случайная последовательность. Так вот, МИЗИС пытался определить это понятие, вот эти вот последовательности Х-штрих, на которых существует предел, совпадающий с пределом основной последовательности. Он просто говорил так, что вот если есть некая последовательность, то вот читаем эти последовательности слева направо, отмечаем знаком 0,1 стоящие слева числа, и так далее. Вот пример приводил. Он приводил пример, но это не есть математическое понятие. Вот другой пример допустимых правил выбора последовательности, вот Х-штрих, был дан дубам. Ну, это такие подпоследовательности, которые получаются из Х-ов с номерами, которые идут по простым числам. В общем, вот этот постулат Б, он вызвал очень большие, вызвал большую суматоку, и более того, где-то у меня здесь было написано, более того, Хаусдорф писал, что-то я не вижу, Хаусдорф писал письмо Поя о том, что вообще таких случайных последовательностей по Миссию, да и не существует. Ну, а вот, вот здесь написано, вот Хаусдорф в своем письме в январе 1920-го года, резко высказался против Миссисского подхода к теории вероятности, выразив сомнение относительно самого существования коллективов со свойством и инвариантностью. Значит, вот почему тут такой большой шум идет? Ну, потому что Миссис, вот этими последствиями пытался определить тот начальный блок, на котором основана теория вероятности. Вот еще раз я повторяю, что у Холмогора это на самом деле распределение вероятности. Теперь довольно-таки долго, вообще было совершенно неясно, существует ли эти алгоритмы или нет. И вот в 1937 году Вальд, это тот самый статистический Вальд, написал некую работу, которую практически невозможно найти, она в очень редком издании. И вот он сказал, что вот эти допустимые последовательности надо строить по функциям определенных на цепочках предшествующих значений, считая, что каждая из этих функций принимает два значения, 0 и 1. Ну вот на низ посмотрите, значит, внизу получается так, что вот если эта функция В на предшествующих последовательности равняется 1, то мы это наблюдение включаем в наш коллектив. Если 0, то не включаем. Вот так низис определял. Теперь, и вот его теорема математическая, она состояла в том, что если у вас есть некоторая счетная система допустимых правил выбора, вот этими определяемыми эти функциями W, тогда существуют бесконечные последовательности, удовлетворяющие постулатом А и В. Вот, собственно говоря, математический результат Мизиса. Это был 1937 год, и я должен сказать, что Калмогоровская аксиоматика была опубликована в 1933 году, но она не очень была в то время известна. Вот на юбилей Калмогорова говорилось о том, что, в общем, хотя эта аксиоматика произвела там на математику сильное впечатление, но она не была достаточно известна. Ну, хорошо, значит, ну, предположим, что вот такие все-таки элементы, элементы коллектива существуют, но, однако, оказалось, что нельзя гарантировать, что предельные функции будут там счетно-аддитивны, чего сейчас нам очень хотелось. Теперь и анализ вот этих допустимых последовательств показывают, что они не удовлетворяют классическим аксиоматикам теории вероятности, ну, например, законы по второму логарифму. Поэтому эти последовательности очень трудно называть. Мы хотим в этих последовательностях, вот, в коллективах, чтобы они были такими, чтобы они отвечали вот вероятностным законам. Вообще идея Калмагора состояла в том, чтобы построить такой класс объекта, который шире, чем вероятностные объекты, но обладает теми самыми свойствами, что и вот эти вероятностные объекты. Вот к чему в конечном итоге мы стремимся. Теперь вот надо поговорить о том, что вот о чем. Что вот Аоллс и Чардж, один из основателей теории алгоритмов, высказал идею, что вот правила отбора, вот эти функции W, которые были при построении, они должны строиться как вычислимые функции. Вот подробно я никаких определений сейчас не даю, давайте просто это воспримем, вот, но более подробно, в общем, я об этом ничего не говорю. Ну, здесь надо было потом упомянуть тосты Тюринга, вот, в конечном итоге Калмагоров дал общее определение таких функций, которые свойствуются в конечном итоге к частичной рекурсивной функции. Ну, вот там пример алгоритмов, вот, правило сложения, вычитания, умножения, деления столбиком. Алгоритмы и вклины, нахождение наибольшего общего делителя, ну, длиннее, программирование и так далее. В общем, больше я сейчас не хочу, у меня нет никаких возможностей давать все определения, что такое эти функции. И вот, значит, класс алгоритмов, он счетен. Теперь, ну, следовательно, класс последовательности по Мизису Чорча не пуст. Ну, и этот класс последовательности можно взять и говорить, что это случайные функции. Так оно и было. Вот, говорил, что случайные функции – это те, у которых вот этот класс не пуст. Ну, что вдруг оказалось? Оказалось, что Вилли, например, ну, там, Ловилан, они стали строить такие последовательности, входящие в понятие вот этого коллектива отсюда, для которых вероятность незаконной не выполнена. Ну, и вроде бы как это плохо. Теперь, поэтому надо сузить этот класс, сузить этот класс коллективов с тем, чтобы вот там получилось, чтобы там вероятностные законы были бы выполнены, но чтобы этот класс был достаточно широк. Ну, Калмогоров здесь предложил некоторую идею, состоящую в том, что, ну, вот первое, вот посмотрите, как Чорча последовательность определяла, x, φ1, x, φ2 и так далее. Вот, и вот эти φ2, они у него идут в порядке возрастания. Ну, а Калмогоров допускал, что они могут идти обратно. Тем самым он нахладывал такие ограничения на последовательности, но опять-таки оказалось, что вот этот класс последовательности, опять-таки этот класс последовательности, он не очень хорош. Не выполнены, опять-таки, некоторые вероятностные законы. Ну, вот здесь не отмечают наши интуиции, что элементы должны идти, ну, может быть, в порядке чередования, понятие возвратности не выполнено. В общем, здесь ничего не получилось. Значит, и так получилась такая ситуация. Вот если отправляться от Мизиса и пытаться вот этот класс коллективов сужать, сужать, с тем, чтобы сказать, что вот в этом этот класс и есть тот класс, который мы хотим объявлять за случайные последовательности. Ну, вот до этого дела вот дошло, у меня там стоит вот R бесконечное, и на этом всё остановилось. Вот, используя вот это понятие чистоты, дальше никто не прорвался. Теперь дальше следует поговорить о Мартин Лёвке. Мартин Лёв был, ну, шведский аспирант, Андрей Николаевич, ну, и, конечно, Андрей Николаевич ему предложил эту идею, идею определения таких последовательностей. И определение последовательностей, в общем, вот на чём, вот на чём уже зиждется. Вот посмотрите, вот давайте вернёмся к усиленному закону больших сил. Вот здесь вот написано, под звёздочкой, что одна вторая, вот эта сумма, и, скажем, у меня есть единица, стремится к одной второй. Теперь, вообще говоря, может случиться, что множество, множество, ну, вполне может случиться, что есть такое множество, вот U я здесь обозначаю, которое мы называем пренебрежимым множеством, и оно имеет вероятность ноль. И там никакого усиленного закона больших чисел нет. Но вы, если вот вам говорится, а найдите-ка в этом множестве элемент, для которого усиленный закон повторного логарифма не выполнен, то вы будете испытывать большие сложности. Ну, за исключением, там, последовательность ноль, один и так далее. Теперь, поэтому, и одна из таких идей, она состоит в следующем, что вот этих множеств U, их может быть много. Ну, и давайте их все объединим, и эти множество нетипичных последовательностей все определим в одну. Ну, мы хорошо знаем, что если их может быть сколько угодно, таких последовательностей, так вот, оказывается, что множество всех нетипичных последовательностей, они имеют меру единицы. Ну, на отрезке ноль-один, каждая Лебеговская мера, каждая точка имеет вероятность ноль, а если вы их объедините, то это весь отрезок ноль-один. Значит, вот такой подход к определению типичности и нетипичности, в общем-то не срабатывает. Теперь, все то, что сделал Мартин Лебег, состоит в том, что он дал определение эффективно пренебрежимых множеств. Ну, грубо говоря, грубо говоря, он поступал так. Вот давайте через Омега обозначим множество всех двоичных последовательностей. Вот Омега, Сигма, это вот последовательности конечных допустимых, последовательности. И вот Омега, Кси, это множество бесконечных слов с начальным отрезком Кси. Теперь, значит, смотрите, как можно было бы определить, что такое множество в последовательности пренебрежим? Ну, значит, его надо было бы накрыть вот этими последовательностями Омега, Кси, Кси, Эн, Т, имеющих малую меру. Для любого Эн, имеющих малую меру. Так вот, идея Мартин-Лёфа, она состояла в том, что вот эти Кси надо выбирать очень специальным образом. Надо выбирать специальным образом, более точнее, их надо выбирать так алгоритмическим образом. И вот он доказал, что так построенное эффективно пренебрежимое множество, они содержат все эффективно пренебрежимые множества. Ну, и отсюда получается следующее, что вот берем эти все берем все эти последовательности, эти типичные по Мартин-Лёфу, еще раз я говорю, что вот есть класс типических последовательств по Мартин-Лёфу, есть их другой класс, а все их образование имеет меру единицы, ну, и это случайные последовательности по Мартин-Лёфу. Вот что было, собственно говоря, сделано. Ну, теперь взгляните на такую табличку. Куда Мартин-Лёф встает? Вот РТ. В РТ это класс последовательности, который класс последовательности, который мы сейчас называем случайными последовательностями по Мартин-Лёфу. Чем они хороши? Оказывается, все те, которые мы знаем, вероятностные законы есть, они для этого выполнены. И это, конечно, было большое достижение, что вот есть этот класс СРТ. Насколько он большой, это не известно. Вот. Ну, для элементов этой последовательности, хотя вы должны понимать, что это не простое образование, это образование довольно-таки сложное. теперь помимо в это же время, в 60-х годах, Калмагоров стал по-другому подходить к понятию сложности. Он просто решил так, что ну давайте смотреть на сами последовательности. Вот не обращаться куда-либо, а берем, рассматривая, начинаем смотреть на сами последовательности. Теперь, вот когда вот у меня стоит последовательность 1, 0, 1, 0 и так далее, она состоит из 10 букв с единицей на нечетных местах и но на четных местах. Это один из способов, ну, декодировавшим, потому что можно было бы сказать, можно было бы сказать и по-другому. Значит, мы, сейчас идея состоит в том, что все такие случайные построенные, взять и декодировать. Взять, декодировать и получить из них некоторые подпоследовательности и после этого определять сложность слова вот каким образом. Сложность слова вот у при заданном отображении фи есть число, вот которое здесь написано. Вот я сейчас не говорю о том, что такое есть ф описание числа у. Это некоторые конструкции, которые используют понятия алгоритмических функций, но в любом случае каждый должен себе представлять, что если есть какая-то последовательность, то эту последовательность можно декодировать и после этого смотреть, какая у нее есть длина. Какая есть длина. Вот эту длину, вот эту длину Калмагоров собственно говоря и называл эту Калмагоров и называл сложностью. Теперь оказывается так, что вот всякая последовательность всякая последовательность наука от у равняется у, она имеет сложность равная у, а мы говорим, что вот эта последовательность является хаотической, если ее если ее вот эта функция К, ну больше равняется n минус больше n минус c, где c некоторая константка. Вот такая в общем получается конструкция. Значит, а? Да, да, да. Теперь и для для значит, если у вас есть бесконечная построительность, мы говорим, что она хаотическая, ну вот если это выполнить для любых подпоследовательств, для любых подпоследовательств. Значит, еще раз я повторяю, вы берете вот эту случайную последовательность, вы ее декодируете, ну, сжимаете, как файл часто, Вот мы знаем с вами, что файл можно сжать, но сжать не до бесконечности. Значит, мы смотрим на эту степень сжатия. Вот если эта степень сжатия, она все-таки такова, что вот эта халмогорская функция, она близка к n, то это последовательность хаотическая. Вот, собственно говоря, как халмогор поступал. Значит, таким вот образом, таким образом у нас получается так, что вот есть такая вот таблица, ну, есть частота устойчивости по низису Чарча, затем есть частота устойчивости по калмогору, потом типичность по Мартина Лёфа и хаотическая сложность по калмогору. Вот оказывается РЦ равняется РТ. РЦ равняется РТ. Вот, это довольно-таки сложная сложная теорема, но тем не менее это тем не менее это вот так. Вот, собственно говоря, вот в этой книжке, которой я здесь, я даже не могу на какой странице это написано, но где-то на 450-й странице вы можете найти доказательства этой теории. Теперь по... А? Что за книжка? Что калмогорская, калмогорский класс сложности совпадает с классом сложности по Мартина. Калмогоров, да, Калмогор, это все, Калмогоров это так, понимаете, он это так рассказывал на семинарах, очень кратко, например, с Билистины конференции он об этом сказал, вот, ну а потом уже люди, отдельные люди, люди начинают это дело из лоза. Вот в этой книжке это есть. Теперь, значит, четвертый подход. Значит, смотрите, помните, я говорил, что у нас четыре клетчика, четыре подхода. Четвертый подход связан с понятием непредсказуемости. Ну, вот здесь на самом деле одним из первых был Виль, но это не та аудитория, в которых мне надо говорить, но это вот, Виль написал всего лишь одну работу, и чуть критик на съемку коллектив, он написал одну работу в 1939 году, в которой ввел понятие Мартингаула. Вот сейчас это понятие у нас такое очень популярное, ну вот Виль вводил его именно в связи с изучением рынка. Теперь, вот грубо говоря, что он делал? Ну, представьте себе, что вы приходите в казино, в котором есть некоторый капитал, ну, W, но, и этот капитал, этот капитал вам неизвестен. Сколько у вас денег, банк тоже не знает. Теперь, пусть предъявляем игроку последовательность, вот последовательность, которая выкладывает балл, есть Х1, Х2 там и так далее. Ну, в чем состоит капитал игрока? Ну, вот, В от К, где гамма К это величина ставки, которая зависит от всего прошлого. Вот, если выпало ХК, то он берет гамма К, который зависит от всех предшествующих Х, это будет его выигрыш. Вот, ну, в целом это выигрыш определяется, в целом этот выигрыш определяет такую сумму. не понял. Могут, 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 вполне могут. Ну, значит, и вот теперь предположим, что предположим, что вот этот супремовый ВК равняется бесконечности. Ну, то есть, независимо от того, какой был капитал у казино, наступит такой момент, когда казино оказывается разорят. Теперь, ну вот, нам важно подчеркнуть, что все вот эти последствия гамма-к, они вычислили, то есть они вычисляются с помощью некоторого алгоритма. Ну, а предсказуемая последствия х называется предсказуемой, если для нее существуют выигрышные стратегии гамма-к. В противном случае такая последовательность называется непредсказуемой. Ну, вот, и будем обозначать сейчас вот этот класс непредсказуемой последовательности N от P. и вот, оказывается, вот этот класс последовательности, ну, вот вложена вот так, как у меня написано. вложена вот таким вот образом. Теперь, на самом деле, на самом деле, есть такая большая проблема, она и есть всю идею, она всюду написана. Вот, доказать, что вот этот класс R от T и класс N от P, они совпадают над собой. То есть класс последовательности непредсказуемых, вот, в смысле выигрыша в казино и класс последовательности по маршиндов, она совпадает. И это, это до сих пор неизвестно. И вот сейчас перед глазами вот эта таблица. Вот. Собственно говоря, начиная с этой таблицы, вы можете подробно и подробно следовать. Потому что, вот если вы просто начнете читать, это очень трудно. Это очень трудно. Ну, и в заключение я еще скажу следующую вещь, что на самом деле, ну, вот, тут есть это второе понятие, есть так называемая алгоритмическая теория вероятности. Вот. Вот. Алгоритмическая теория вероятности, например, дает возможность доказать усиленный закон на числе без всякой вероятности. Вот. Ну, это я не хочу на этом останавливаться. Я останавливаюсь сейчас вот на этой картинке, потому что я считаю, что эта картинка, вот, начиная с этой картинки, вы можете последовательно идти, понимать, какие классы случайности у нас есть, что в этих классах еще надо доказать. И, теперь, вот почему класс РЦ, РТ хорош? Потому что там вероятностные законы, они важны. Но есть ли это минимальные классы, это никто не знает. Все. Я на этом кончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ